да такой немножко даже трагический что ли момент разборка палатки шопов давайте немножко вспомним как это было все равно знаете хоть я и и не фоп но но знаете 99 месяцев эта палатка простояла за это время можно ребенка родить тут конечно да тут конечно да очень такой момент конечно серьезные пока еще палатка стоит но скоро по палатка это символ да это все-таки еще ждем сегодня ответа когда назначена встреча потому что у власти не получится нас водить за нас потому что мы показали что даже каждый нас стоит десятерых и мы будем идти до победы потому что то что хотят протянуть они они погубят экономику а особенно погубит экономику в маленьких городах и селах мы этого не допустим спасибо ну фопы как вы слышите полной решимости не отступать стоять на своем и соответственно соответственно будут будут еще сюда возвращаться если требования не будут выполняться доброго ранку вам что вы можете сказать и сегодня с приводу всего что у нас тут происходит что до палатки что то скажем так даем еще какие ощущения у вас ощущения очень не 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 суперечливые суперечливые скажем так как раз таки типа ну не разочарование что-то навколо скажем так позитивного нема ничего это раз хотя с одной стороны просто мы не верим о владе но она с другой стороны никогда не дала воду подобных обещанок был один раз было для нас особисто дивиться 18 19 20 лютого так у нас была договоренность что мы закрием палатку на три дни мы на три дни закрили мы не користували за запечатали не користувалися были внизу и они соответственно мы выполнили свою домовленность обещанку но они выполнили тоже свою добу обещанку они тоди нам не противились а когда мы ее расширили вдосканали на сегодня мы тоже обещали что мы поставим на замен и мы уже замовили иншу палатку більш такую досконалину все ж таки это пристосована это тоже пристосована палатка мы не мы не звертаем протест мы разумеем что все ж таки это свято всей страны и мы тоже когда до нас идуть ну как мы не говорим о что наши вопросы уже решают но в любом случае нас попросили так чтобы мы звернули это намет потому что соответственно будут трансляции на всю Украину на весь мир на весь мир на весь мир соответственно будут гости и туда-сюда я например вважаю что это жизнь это реалии его должно показать так как реалии ну мы идем на зустричь мы идем на зустричь с умовою что они будут с нами вести дьявол не внови нами что не внови что громадян Украины кидают обещают и не выполняют обещанки ну это напевно будет остальная такая вера в них для для меня особисто о те что закрили ци стели для меня это неприятливо для меня это даже в какой-то мере тоже боль так и я не розумею я покажу зараз про что я говорю о вот про ци же залезные стели яки навколо их закрили голубими такими з одними сторони поставили области але але чему тепер мовчать родичи героев небесной сотни який было як кажуть возмущение так когда наша палатка да 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 их все зачепало это их ображало их не почуття а это их не ображает для меня это ображает как украинку потому что тут была история украины и вона должна была быть и можно было просто оттам вверху зробить залишить стели зверху зробить настроечку поставить там области вот и самим таки можно было зробить але мы пропонували наш рух пропонували за свой кост покрасить эти стели все покрасить и только чтобы они благоустроили только этим занимаются или музеи революции какие мы выбрали краску и колор и как его сами сделали они отказались но это поставили но это их видение это шоу шоу мозгового они работают я хочу сказать что мы не верим владе моя така думка особистая что как закон принятий как президент подписал как оголошено в газете и вступил в действие оттуда мы спокойно душой это а лишь мы протест не звертаем а мы продолжаем мы бачите все на месте тут мы завтра будем на месте если сейчас пиде не так вы повертаете палатка куплена а что что не так может идти мы повертаем еще мы будем в будь-якому факту даже если они не дадут нам поставить палатку будут какие-то там как забирали пенопластин это нам не привыкать мы будем тут и живу это не зима мы зимою стояли без палатки зимою было без палатки так просто под небом я думаю что тем больше иди на осень и мы разумеем что повинны приниматься законы и повинны питания разглядаться не будь они разглядаться не будь они вести диалоги тут не будет варта тут будет украина так что мы готовы и мы не прекращаем у нас душа мы не прекращаем борьбу мы продолжаем просто мы меняем палатку скажем так да одну на другую ну что тут у нас внутри внутри сейчас стоит но собирают уже бачите давайте еще раз покажу у некоторых ностальгия боже сколько здесь люди провели времени сколько а зимой когда было минус 30 вы вспомните а летом в добрую ранку а летом плюс 35 тут у людей пол жизни прошло у некоторых вот так вот шутки шутками а 9 месяцев 9 месяцев этого протеста то можно было ребенка родить вот так вот и сейчас это все собирается ну двойственное чувство двойственное конечно а может все-таки решится вопрос а и все и фопы будут довольны и вообще не надо будет протестовать а как думаете читание решится по любому так или иначе воно решится воно решится воно решится в негативную спочатку для нас сторону а лежи після того ми ж не зупинимося и чему мы не зупинимося и чему мы не зупинимося и потому что это нам так хочется а потому что эти законы они не днездатные они не рабочие по них працювать не может и самовлада увидит что по них фактически не можно не реально посмотрите сейчас уже тоже как податково не чипает вот я приехала из Генеческа то есть мы ездили в Кань в Черкасской области на рынок ну типа как разговаривать и с теми и там такая самая ситуация как вот это я была в Генеческе я была в Генеческе заходила на рынок уже же мы так где попадаем мы там уже дивимся я как говорится с профессиональной точки зрения мы ФОПИ и дивимся ФОПИ как працюют что працюют приймают кто-то не приймают яка их думка потому что это нас болит и это наше статус рынка и працюют ларки контейнеры даже не контейнеры а маленькие магазинчики есть магазинчики на рулетах есть магазинчики на дверях и податково трактует закон трактует что это мала архитектурная форма и это другая группа в податковании но говорят так вы решаете своё податковое вот они податково говорят им працюют а на первой группе она их не чипает неофициально скажем так так же и там мы на первой группе они их не занимают мы нам позволили працювать на первой группе я им говорю вы должны понимать что они просто вас сейчас не чипают так же и не чипают тех из нас кто там есть маленькая частинка там дребно и побудово и техники какой-то там ризиковые группы и безкассовых и безкассовых працюем мы пока что так не у всех есть первинка так не у всех у большинства ее нет так у большинства ее нет у меня есть все накладные до единою я зараз працюю только с первинными я не заказываю той товар что не без первинной ну что без первинной они все готовы дать соответственно мы и не замовляем много товара потому что нам нужно знать что с ним дальше делать будет или не будет то есть от вас что не занимают я не хочу так работать Я хочу працювати и быть уверена, что я працюю по закону. По закону. Я сплачу податок по закону, я не ховаю ничего. Вот как мы то читали недавно в группе, я читала, что там ховают, нет никто легального. Я ничего не ховаю. Мне нет потреби что-то ховать. Если у меня есть какие-то порушения в моей работе, то это только потому, что так закон выписан, что я не могу працювать и его не порушую. Ну так нужно выписать закон по-людски. Так или иначе оно до этого придет. Потому что так или иначе сам час заставит менять этот закон. И по любому вопрос будет решено. По любому вопрос будет решено. Дякую. Дякую. Вот такие вот дела.